В минувшую пятницу в Десногорске состоялось расширенное заседание регионального политического совета партии «Единая Россия». Участники обсудили вопросы реализации проектов, проводимых на территории Смоленской области. В работе регионального полицовета участвовали секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов, депутат Государственной думы Ольга Окунева, главы администрации районов области, а также члены регионального политического совета «Единой России». Руководитель фракции в Смоленской областной думе Николай Дементьев в своем докладе рассказал о реализации проекта «Детский спорт». Он отметил, что в рамках проекта осуществляется ремонт спортивных залов, строятся площадки и проводятся всевозможные турниры. По степени спортивных залов все-таки Десногорск сегодня занимает все равно лидирующее место, как бы мы ни хотели, и мы радуемся этому. Но такому городу, как Десногорск, нужен самый лучший спортивный зал, поэтому у вас спортивный зал будет строиться по индивидуальному проекту. Ремонт спортивных залов различного уровня как раз дает нам возможность того, чтобы дети могли заниматься различными видами спорта. Если обратили внимание сегодня в докладе, мы специально ставили на закуску баскетбол, потому что он наиболее популярен, но сегодня мы занимались и дзюдо, вы слышали, и самбо, и тэквондо на сегодняшний день, и участвовали в сдаче норм ГТО. При поддержке партии «Единая Россия» впервые за 20 лет в Смоленске был проведен всероссийский турнир под дзюдо, который собрал более 300 спортсменов со всей страны. Также организованы соревнования по футболу, где участвовали около тысячи школьников города Смоленск, турниры по спортивной гимнастике, тхэквондо, баскетболу и другим видам спорта. Президент Федерации баскетбола Смоленской области Сергей Фомин более подробно рассказал о проведении баскетбольного марафона «3 на 3». Эти соревнования стали одними из самых массовых, которые когда-либо проводились на территории региона. Когда мы сейчас предоставляли статистику членам полицовета, приглашенным, главам муниципальных образований, то все-таки 1650 детей в летний период, которые приняли участие в соревнованиях, это действительно цифра впечатляющая, потому что мы не являемся футболом. У нас все-таки поменьше детей занимается, хотя, скажу так, по численности, по статистике, баскетбол Смоленской области занимает третье место, тем не менее. И второе хочу сказать, без поддержки партии «Единая Россия», как бы это ни звучало пафосно, мы бы не сделали этого проекта по одной простой причине. Потому что ежедневно, ежечасно, ежемесячно люди, работающие в региональном отделении под личным контролем руководителя партии, это все контролировали. На полицовете были награждены благодарственными письмами и подарками главы тех районов, которые активно проявили себя в ходе организации баскетбольного турнира. Продолжилось заседание обсуждением вопроса о реализации проекта «Местный дом культуры». С докладом на данную тему выступила депутат Государственной думы Ольга Окунева. Она отметила, насколько важен этот проект для районов, так как «Местный дом культуры» – это место, которое является своеобразным центром духовно-нравственного воспитания. На сегодняшний день в Смоленской области в проект включены 44 объекта из 22 районов области. «Единая Россия» и дальше продолжит работу над социально важными проектами на Смоленщине.